Мышцы и фасции спины. Классификация, строение, функции, кровоснабжение, иннервация. Классификация. Мышцы спины делятся на поверхностные и глубокие. Глубокие, в свою очередь, делятся на поверхностный слой, средний слой и глубокий слой. Поверхностные мышцы спины. Прикрепляются к скелету плечевого пояса и к плечевой кости и располагаются в два слоя. Первый слой составляет трапециевидная мышца и широчайшая мышца спины. Второй – большая и малая ромбовидные мышцы и мышца, поднимающая лопатку. Трапециевидная мышца. Мускулюс трапециус. Плоская, в треугольной форме. Широким основанием обращена к задней срединной линии. Занимает верхнюю часть спины и заднюю область шеи. Начинается короткими сухожильными пучками от наружного затылочного выступа. Медиальный третий верхней выйной линии затылочной кости. От выйной связки, остистых отростков седьмого шейного позвонка и всех грудных позвонков и однодостистой связки. От мест начала пучки мышцы направляются в латеральном направлении и прикрепляются к костям плечевого пояса. Верхние пучки мышцы проходят вниз и латерально, заканчиваются на задней поверхности наружной трети ключицы. Средние пучки ориентированы горизонтально, проходят от остистых отростков позвонков кнаружи и прикрепляются к акромиону и лопаточной ости. Нижние пучки мышцы следуют вверх и латерально, переходят в сухожильную пластинку, которая прикрепляется к лопаточной ости. Иннервация. Добавочный нерв. Кровоснабжается поперечной артерией шеи, надлопаточной артерией, затылочной артерией, задними межреберными артериями. Функция. Одновременное сокращение всех частей трапециевидной мышцы. При фиксированном позвоночнике приближает лопатку к позвоночнику. Верхние пучки мышцы поднимают лопатку. Верхние и нижние пучки при одновременном сокращении вращают лопатку вокруг сагитальной оси. При укрепленной лопатке и сокращении с двух сторон мышца разгибает шейный оде позвоночника и наклоняет голову назад. При одностороннем сокращении незначительно поворачивает лицо в противоположную сторону. Широчайшая мышца спины. Мускулюс латиссимус дорси. Плоская, треугольной формы. Занимает нижнюю половину спины на соответствующей стороне. Мышца лежит поверхностно, за исключением верхнего края, который скрыт под нижней частью трапециевидной мышцы. Внизу латеральный край широчайшей мышцы спины образует медиальную сторону поясничного треугольника. Начинается апоневрозом от остистых отростков нижних шестигрудных и всех поясничных позвонков, от подвздошного гребня и срединного крестцового гребня. Пучки мышцы следуют кверху и латерально, конвергируя в направлении нижней границы подмышечной ямки. Вверху к мышце присоединяются мышечные пучки, которые начинаются от нижних трех-четырех ребер и от нижнего угла лопатки. Широчайшая мышца резко суживается, спиралевидно огибает большую круглую мышцу. У заднего края подмышечной ямки переходит в плоское толстое сухожилие, которое прикрепляется к гребню малого бугорка плечевой кости. Функция Приводит руку к туловищу и поворачивает ее внутрь. Пронация Разгибает плечо Поднятую руку опускает Если руки фиксированы, подтягивает к ним туловище. Иннервация Подлопаточный нерв Кровоснабжается грудо-спиной артерией Задней артерией, огибающей плечевую кость И задними межреберными артериями. Мышца, поднимающая лопатку Мускулюс леватор скапуля Начинается сухожильными пучками от задних бугорков поперечных отростков верхних трех или четырех шейных позвонков. Направляясь вниз, мышца прикрепляется к медиальному краю лопатки, между верхним ее углом и осью лопатки. В верхней своей трети мышца прикрыта грудиной ключично-сосовидной мышцей, а в нижней трети – трапециевидной мышцей. Функция Поднимает лопатку, одновременно приближая ее к позвоночнику. При укрепленной лопатке наклоняет свою сторону шейную часть позвоночника. Иннервируется тыльным нервом лопатки, дарсальным нервом лопатки. Кровоснабжается восходящей шейной артерией, поперечной артерией шеи. Малая и большая ромбовидные мышцы Мускулюс ромбоиды, минор-этмайер Часто срастаются и образуют одну мышцу. Малая ромбовидная мышца начинается от нижней части военной связки, остистых отростков седьмого шейного и первого грудного позвонков, и от надостистой связки. Пучки ее проходят косо сверху вниз и латерально, и прикрепляются к медиальному краю лопатки, выше уровня ости лопатки. Большая ромбовидная мышца берет начало от остистых отростков второго-пятого грудных позвонков, прикрепляется к медиальному краю лопатки, от уровня ости лопатки до ее нижнего угла. Ромбовидные мышцы, располагаясь глубже трапециевидной мышцы, сами покрывают сзади верхнюю заднюю зубчатую мышцу и частично мышцу, выпрямляющую позвоночник. Функция. Приближает лопатку к позвоночнику, одновременно перемещая ее кверху. Иннервируется дарсальным нервом лопатки. Кровоснабжается поперечной артерией шеи, надлопаточной артерией, задними межреберными артериями. Нижняя задняя зубчатая мышца. Мускулюс сиратус пастериор инфериор. Лежит впереди широчайшей мышцы спины. Начинается сухожильная пластинка от остистых отростков одиннадцатого-двенадцатого грудных и первого-второго поясничных позвонков. Тесно стращена с поверхностной пластинкой пояснично-грудной фасцией и началом широчайшей мышцы спины. Прикрепляется отдельными мышечными зубцами к четырем нижним ребрам. Функция. Опускает ребра. Иннервация. Дарсальные ветви спинномозговых нервов. Кровоснабжается задними межреберными артериями. Верхняя задняя зубчатая мышца. Мускулюс сиратус пастериор супериор. Расположена впереди ромбовидных мышц. Начинается в виде плоской сухожильной пластинки от нижней части военной связки и остистых отростков шестого-седьмого шейных и первого-второго грудных позвонков. Направляясь косо сверху вниз и латерально, она прикрепляется отдельными зубцами к задней поверхности второго-пятого ребер, к наружу от их углов. Функция. Поднимает ребра. Иннервируется межреберными нервами. Кровоснабжение. Задние межреберные артерии, глубокая артерия шеи. Глубокие мышцы спины. Глубокие мышцы спины образуют три слоя. Поверхностный, средний и глубокий. Поверхностный слой представлен ременной мышцей головы, ременной мышцей шеи и мышцей выпрямляющей позвоночник. Средний слой представлен поперечно-остистой мышцей. Глубокий слой образует межостистые, межпоперечные и подзатылочные мышцы. Поверхностный слой. Ременная мышца головы, мускулюс плениус капитис, располагается кпереди от верхней части груди на ключично-сосцевидной и трапециевидной мышц. Начинается на нижней половине выйной связки, на остистых отростков седьмого шейного и верхних третьего-четвертого грудных позвонков. Пучки этой мышцы идут вверх и латерально и прикрепляются к сосцевидному отростку височной кости и к площадке под латеральной частью верхней выйной линии затылочной кости. Функция. При двустороннем сокращении мышца разгибает шейную часть позвоночника и голову. При одностороннем сокращении мышца поворачивает голову в свою сторону. Иннервация. Задние ветви шейных спинномозговых нервов. Кровоснабжается затылочной артерией и глубокой шейной артерией. Ременная мышца шеи. Мускулюс плениус сервисис. Начинается на остистых отростках третьего-четвертого грудных позвонков. Прикрепляется к задним бугоркам поперечных отростков второго или третьего верхних шейных позвонков. Мышца прикрывает сзади начало пучков мышцы, поднимающей лопатку. Сзади от нее находится трапециевидная мышца. Функция. При двустороннем сокращении мышца разгибает шейную часть позвоночника. При одностороннем сокращении мышца поворачивает шейную часть позвоночника в свою сторону. Иннервируется задними нервами спинномозговых нервов. Кровоснабжается затылочной артерией и глубокой артерией шеи. Мышца выпрямляющая позвоночник. Мускулюс эректор спины. Самая сильная из аутохтонных мышц спины. Простирается на всем протяжении позвоночника. От крестца до основания черепа. Начинается мышца толстыми сухожильными пучками на дарсальной поверхности крестца, остистых отростках, на достигтых связках поясничных, 12 и 11 грудных позвонков, задним отрезке гребня подвздошной кости и поясничной грудной фасции. Часть сухожильных пучков, начинающихся в области крестца, сливается с пучками крестцово-бугорной и дарсальных крестцово-подвздошных связок. На уровне верхних поясничных позвонков мышца выпрямляющая позвоночник разделяется на три тракта. Латеральный, промежуточный и медиальный. Каждый тракт получает свое название. Латеральный тракт является подвздошно-реберной мышцей, промежуточной длиннейшей мышцей, медиальной остистой мышцей. Каждый из указанных мышц, в свою очередь, подразделяется на три части. Подвздошно-реберная мышца, мускулюс или окосталис, является самой латеральной частью мышцы, выпрямляющей позвоночник. Начинается от подвздошного гребня внутренней поверхности поверхностной пластинки поясничной грудной фасции. Проходит кверху по задней поверхности ребер латерально, от углов последних до поперечных отростков нижних шейных позвонков. Соответственно, расположение отдельных частей мышцы в различных областях, ее подразделяют на подвздошно-реберную мышцу поясницы, подвздошно-реберную мышцу груди и подвздошно-реберную мышцу шеи. Подвздошно-реберная мышца поясницы – мускулюс или акасталий с люмбором Начинается от подвздошного гребня, внутренней поверхности поверхностной пластинки поясничной грудной фасции Прикрепляется отдельными плоскими сухожилиями к углам нижних шести ребер Подвздошно-реберная мышца груди – мускулюс или акасталий с тораций Начинается от шести нижних ребер, кнутри от мест прикрепления подвздошно-реберной мышцы поясницы Прикрепляется к верхним шести ребрам в области углов и к задней поверхности поперечного отростка седьмого шейного позвонка. Подвздошно-реберная мышца шеи, мускулюс или акосталис цервицис, начинаются от углов третьего, четвертого, пятого и шестого ребер. Прикрепляется к задним бугоркам поперечных отростков шестого, четвертого шейных позвонков. Функция. Вместе с остальными частями мышцы выпрямляющий позвоночник разгибает позвоночник. При одностороннем сокращении наклоняет позвоночник в свою сторону, опускает ребра. Нижние пучки этой мышцы, оттягивая и укрепляя ребра, создают опору для диафрагмы. Иннервируется задними ветвями шейных, грудных и поясничных спинномозговых нервов. Кровоснабжается задними межреберными артериями, поясничными артериями. Длиннейшая мышца. Мускулюс лонгиссимус. Наиболее крупная из трех мышц, образующих мышцу выпрямляющую позвоночник. Располагается медиальная подвздошно-реберная мышца, между нею и остистой мышцей. В ней выделяют длиннейшие мышцы груди, шеи и головы. Длиннейшая мышца груди, мускулюс лонгиссимус таратис, имеет наибольшую протяженность. Мышца берет начало от задней поверхности крестца, поперечных отростков поясничных и нижних грудных позвонков. Прикрепляется к задней поверхности нижних девяти ребер, между их бугорками и углами, и к верхушкам поперечных отростков всех грудных позвонков. Длиннейшая мышца шеи. Мускулюс лонгиссимус сервицис. Начинается длинными сухожилиями от верхушек поперечных отростков верхних пяти грудных позвонков. Прикрепляется к задним бугоркам поперечных отростков шестого, второго шейных позвонков. Длиннейшая мышца головы. Мускулюс лонгиссимус капитис. Начинается сухожилиями пучками от поперечных отростков первого, третьего грудных и третьего-седьмого шейных позвонков. Прикрепляется к задней поверхности состовидного отростка височной кости, под сухожилиями груди на ключично-сосстовидной мышце и ременной мышце головы. Функция. Длиннейшая мышца груди и шеи разгибает позвоночник и наклоняет его в сторону. Длиннейшая мышца головы разгибает последнее, поворачивает лицо в свою сторону. Иннервируется дарсальными ветвями спинномозговых нервов. Кровоснабжается поясничными, задними межреберными артериями, глубокой шейной артерией. Остистая мышца. Мускулюс спиналис. Самая медиальная из трех частей мышцы, выпрямляющая позвоночник. Прилежит непосредственно к остистым отросткам грудных и шейных позвонков. В ней соответственно выделяют остистую мышцу груди, остистую мышцу шеи и остистую мышцу головы. Функция. Разгибает позвоночник. Иннервация. Задние ветви шейных, грудных и верхних поясничных спинномозговых нервов. Кровоснабжается задними межреберными артериями, глубокой шейной артерией. Функция всей мышцы, выпрямляющей позвоночник, достаточно точно отражает ее наименование. Поскольку составные части мышцы имеют начало на позвонках, она может действовать как разгибатель позвоночника и головы, являясь антагонистом передних мышц туловища. Сокращаясь отдельными частями с обеих сторон, эта мышца может опускать ребра, разгибать позвоночник, запрокидывать голову назад. При одностороннем сокращении наклоняет позвоночник в ту же сторону. Большую силу проявляет мышца также при сгибании торса, когда она совершает уступающую работу и предупреждает падение тела вперед под действием вентрально расположенных мышц, имеющих больше рычаг действия на позвоночный столб, чем дарсально расположенные мышцы. Средний слой. Полуостистая мышца. Мускулюс семиспиналис. Имеет вид длинных мышечных пучков. Начинается от поперечных отростков ниже лежащих позвонков. Перекидывается через 4-6 позвонков и прикрепляется к остистым отросткам. Разделяется на полуостистые мышцы груди, шеи и головы. Полуостистая мышца груди. Мускулюс семиспиналис тарацис. Начинается от поперечных отростков нижних 6-ти грудных позвонков. Прикрепляется к остистым отросткам 4-х верхних грудных и 2-х нижних шейных позвонков. Полуостистая мышца шеи. Мускулюс семиспиналис цервицис. Берет начало от поперечных отростков 6-ти верхних грудных позвонков и суставных отростков 4-х нижних шейных позвонков. Прикрепляется к остистым отросткам 5-го, 2-го шейных позвонков. Полуостистая мышца головы. Мускулюс семиспиналис капитис. Широкая, толстая. Начинается от поперечных отростков шести верхнегрудных и суставных отростков четырех нижних шейных позвонков. Прикрепляется к затылочной кости между верхней и нижней выйными линиями. Мышца сзади прикрыта ременной и длиннейшей мышцами головы. Глубже кпереди от нее залегает полуостистая мышца шеи. Функция. Полуостистые мышцы груди и шеи разгибают грудной и шейные отделы позвоночного столба. При одностороннем сокращении поворачивают указанные отделы в противоположную сторону. Полуостистая мышца головы запрокидывает голову назад, поворачивая лицо в противоположную сторону. Иннервируется с задними ветвями шейных и грудных спинно-мозговых нервов. Кровоснабжается с задними межреберными артериями глубокой шейной артерией. Многораздельные мышцы. Мускулюс мультифидия. Представляют собой мышечно-сухожильные пучки, которые начинаются от поперечных отростков нижележащих позвонков и прикрепляются к остистым отросткам вышележащих. Эти мышцы, перекидываясь через 2-4 позвонка, занимают бороздки по сторонам от остистых отростков позвонков по всему протяжению позвоночного столба, начиная от крестца до второго шейного позвонка. Они лежат непосредственно впереди полуостистой и длиннейшей мышц. Функция. Поворачивают позвоночный столб вокруг его продольной оси. Участвуют в разгибании и наклоне его в сторону. Иннервируются задними ветвями спинномозговых нервов. Кровоснабжаются поясничными и задними межреберными артериями. Глубокой шейной артерией. Глубокий слой. Межостистые мышцы шеи, груди и поясницы. Мускулус интерспиналис сервисис тарацис этлюмборум. Соединяют остистые отростки позвонков между собой, начиная от второго шейного и ниже. Они лучше развиты в шейном и поясничном отделах позвоночного столба, отличающихся наибольшей подвижностью. Функция. Участвуют в разгибании соответствующих отделов позвоночника. Иннервируются задними ветвями спинномозговых нервов. Кровоснабжаются поясничными и задними межреберными артериями. Глубокой шейной артерией. Межпоперечные мышцы поясницы, груди и шеи. Мускулус интертрансверсарии люмборум тарацис эт сервисис. Представлены короткими пучками, перекидывающимися между поперечными отростками смежных позвонков. Лучше выражены на уровне поясничного и шейного отделов позвоночного столба. В области шеи различают передние и задние межпоперечные мышцы шеи. Функция. Наклоняют соответствующие отделы позвоночного столба в свою сторону. Иннервируется задними ветвями шейных, грудных и поясничных спинномозговых нервов. Кровоснабжается поясничными, задними межреберными артериями и глубокой шейной артерией. Подзатылочные мышцы. К подзатылочным мышцам, мускулюс супокцепиталис, относится большая задняя прямая мышца головы, малая задняя прямая мышца головы и верхняя и нижние косые мышцы головы. Большая задняя прямая мышца головы, мускулюс ректус капитис пастериор майор, начинается от остистого отростка осевого позвонка и прикрепляется к затылочной кости под нижней выйной линией. Функция. Запрокидывает и наклоняет голову в сторону. Иннервируется подзатылочным нервом. Кровоснабжается глубокой шейной артерией. Малая задняя прямая мышца головы, мускулюс ректус капитис пастериор минор, начинается от заднего бугорка атланта и прикрепляется к затылочной кости под нижней выйной линией, глубже и медиально от большого задней прямой мышцы головы. Функция. Разгибает, наклоняет в сторону и вращает голову вокруг продольной оси зуба осевого позвонка. Иннервируется подзатылочным нервом. Кровоснабжается глубокой шейной артерией. Нижняя косая мышцы головы, мускулюс обликвус капитис инфериор, начинается от остистого отростка осевого позвонка, проходит вверх и латерально, прикрепляется к поперечному отростку атланта. Иннервируется подзатылочным нервом. Кровоснабжается глубокой шейной артерией. Верхняя косая мышцы головы, мускулюс обликвус капитис супериор, начинается от поперечного отростка атланта, проходит вверх. вверх и медиально, прикрепляется к затылочной кости над нижней выйной линией. Мышца лежит глубоко и латерально от места прикрепления полуостистой мышцы головы. Функция При двустороннем сокращении мышцы разгибают голову, при одностороннем сокращении мышцы наклоняют голову латерально в свою сторону, иннервируются подзатылочным нервом, кровоснабжаются глубокой шейной артерией. Фасции спины Поверхностная фасция, покрывающая трапециевидную широчайшую мышцу спины, выражена слабо. Хорошо развита пояснично-грудная фасция, фасция от Aracolumbalis, которая покрывает глубокие мышцы спины. Поверхностная пластинка пояснично-грудной фасции прикрепляется к остистым отросткам поясничных позвонков, к надостистым связкам и срединному крестцовому гребню. Глубокая пластинка этой фасции с медиальной стороны прикрепляется к поперечным отросткам поясничных позвонков и межпоперечным связкам, внизу – к подвздошному гребню, вверху – к нижнему краю 12-го ребра и поясничной рёберной связки. У латерального края мышцы выпрямляющий позвоночник, поверхностные и глубокие пластинки пояснично-грудной фасции соединяются в одну. Глубокая пластинка поясничной грудной фасции отделяет мышцу выпрямляющую позвоночник от квадратной мышцы поясницы. В пределах грудной стенки пояснично-грудная фасция представлена тонкой пластинкой, которая отделяет мышцу выпрямляющую позвоночник от более поверхностно расположенных мышц. Медиально эта фасция прикрепляется к костистым отросткам грудных позвонков, латерально к углам ребер. В задней, в иной области шеи, между располагающимися здесь мышцами, имеется в иная фасция – фасция нухэ. Медиально она строчена с в иной связкой, а в латеральном направлении переходит в поверхностный листок фасции шеи. На этом наша лекция подходит к концу. Благодарим вас за внимание и всего хорошего!